Ариару, народ у микрофона Мамору, и я рад представить вашему вниманию приключение нашей любимой безмозглой колонии. Вы достаточно тепло приняли начало данной истории, за что я вам безмерно благодарен. Ну а я со своей стороны, как и обещал, в кратчайшие сроки выпускаю предложение. День 101. Мы принимаем решение, что наши колонисты достаточно настрадались, и что вряд ли получится в скором времени найти кого получше. Поэтому решаемся дать имена нашим пешкам. Возможно, привязанность в условиях апокалипсиса была бы лишней. Но, как мне кажется, что везде можно найти место для сантиментов. Ну и дабы отпраздновать съездами на земное событие, ужин буквально сам приходит нам в руки. Мы успешно охотимся на ленивца и медведя, с целью потом похавать вкуснейший обед. Но, видимо, такая щедрость со стороны колонии не нравится Джо и Флавии. Ведь вкусные блюда все-таки сделаны не из человечины. Что в итоге приводит к их очередному нервному срыву. И об этом, видимо, как-то узнает наш пленник. И, пользуясь ситуацией, решает устроить бунт. И при попытке сбежать, этот пленник вламывает дверь. Ну а нашей Векс, оставшись в одиночку, ничего другого не остается, как применить огнестрельное оружие. Что в результате приводит к летальному исходу. На 103 день колония более-менее начинает входить в привычный режим. Флавия, как всегда, готовит блюда. Джо по-прежнему занимается исследованиями. Например, он уже завершает исследования, которые поможут нам в использовании теплиц. Ну а Векс, со своей стороны, занимается всем остальным на базе. Строит, копает и улучшает. И именно благодаря ей получается построить, конечно, не самую приятную, но все-таки столовую. И теперь принимать пищу в этом помещении будет гораздо приятнее. Но, пока что ее труды, к сожалению, никто не ценит. Даже несмотря на то, что только благодаря Векс, вся наша колония до сих пор существует. День 104, и наконец-то завершается проект разделочного стола. На самом деле, нужно было его сделать еще очень давно. И хорошо, что хотя бы сейчас догадались наши недоколонисты. Ну а также выкапывается еще две комнаты с расчетом на будущее. И постепенно продолжается проектировка нашей дальнейшей базы. Расположение будущих комнат и расположение будущих теплиц. 105 день радует нас завершением изучения прозрачных крыш. И до постройки теплиц остается только изучить способ демонтажа толстой крыши. Ведь сами теплицы собираемся мы строить именно в скале, где этих толстенных каменных пород изрядно. Ну а для столь простого изучения нам потребуется изучить еще кучу всего по пути, вплоть до мультианализаторов. Но наш Джонни промах, и его не страшит предстоящий объем работ. 107 день. Толпы зомбарей под окнами нашей базы создают угрозу. И принято было устроить небольшую вылазку для того, чтобы их немножко проредить. И благодаря киллбоксу, это нам удается без проблем. Ну и в этот же день, Векс, та, чьи труды не признавали, назначается на роль главы колонии. Есть небольшая надежда, что это решение позволит нам улучшить ее авторитет в глазах каннибалов. Векс на своем посту, пользуясь харизмой, будет пытаться переубедить своих соплеменников, что есть человеческое мясо, это плохо. Она также будет им намекать, что если кто будет недоволен некушанием человечины, может попробовать откусить кусочек забятины. Ну, по факту это же тоже человечина, и не важно, что гнилая. День 108, и для укрепления собственного авторитета, Векс начинает задабривать соплеменников. В комнатах она стелет ковры для повышения комфорта, а также дарит нашему исследователю Джо очень удобное кресло, чтобы мы могли исследовать в максимальном комфорте. День 109, и к нам под киллбокс приходит Муффало. Без проблем получается их одолеть и заполучить колонии очередные порции вкусных блюд. И как ни странно, приготовленные блюда на этот раз влияют на наших колонистов только лучшим образом. И они все более лояльно начинают относиться к политике отказа от человечины. На 110-й день к нам приходит орда злобных собак. Маленькие и агрессивные. Терьерчики бегут и жаждут вкусить человеческую плоть. Мы от них просто закрываемся на базе. Но все-таки полностью самоизолироваться у нас не выходит. И как ни странно, терьерчики дистанционно заражают Джо и Флавию малярией. День 113, для их выздоровления заранее построенная комната была переоборудована под временную больницу. И благодаря постельному режиму и парочке передовых медикаментов нашим колонистам удается избежать очень нелепой смерти. День 118. Некий Тайлер хочет погасить в нашей колонии. И мы не видим причин ему отказывать. И даже кроватку отдельную организуем. И даже встанем на отстрел злобных зомбарей под дверьми, чтобы Тайлер мог нормально к нам попасть. А в свою очередь наш гость обещает всячески помогать колонии. А его статы, несомненно, нас радуют, и мы с радостью его принимаем. Видимо, недовольный новой конкуренцией, Джо решается подкатить к нашему лидеру поселения. А та, думая, что старость не за горами, принимает ухаживание. И у нас образуется новая пара в колонии. И по такому случаю даже строится нашим голубкам двуспальная кровать. День 119. Новые отношения только укрепляют веру Джо в лучшее будущее. И он с большим усердием отдается науке, изучая при этом основы микроэлектроники, что открывает нам доступ к большому исследовательскому столу. И теперь для продолжения исследования нам придется его построить. День 122 начинается с того, что мы заканчиваем комнату для высокоуровневых исследований. Узнав об этом, Пума присоединяется к нашему поселению. Довольно приятная вещь, но у нас нет пока достаточного уровня животноводов. И поэтому киса останется при своем. И коль у нее будет какое-никакое желание, сама придет к нам на базу. Еды у нас много, и причин ее сразу же забивать я не вижу. Но она должна учитывать, если она захотела сама к нам в семью, то она должна быть готова быть вегетарианкой. Ведь мясная еда в нашей колонии, как ни странно, появляется нечасто. Скорое приближение Пумы вызвало у Тайлера некие опасения, и он зачуял что-то неладное, вследствие чего Тайлер открывает нам истинную свою личность, то что он является предателем. Он изначально был какой-то очень странным, какой-то странной маски, и мы на самом деле ожидали чего-то подобного. Ну и беря свою волю в кулак, мы тратим парочку патронов на этого колониста, стараясь не смертельно его убить, чтобы в свою очередь потом использовать его в качестве раба, а при первой возможности продать каким-нибудь работорговцам, ведь предатели в нашей колонии мне не нужны. 123 день, и Таля успешно становится нашим рабом, и ему даже выделяют специальную комнату. Как мне кажется, так и для раба это вообще выдающаяся щедрость. Ну и также в этот день при раскопках было неожиданно обнаружено полость в скале, что нехило так упрощает на самом деле постройку будущей теплицы. 124 день, и к нам приходит караван торговцев, у которого мы закупаемся золотишком, которое понадобится нам для мультианализаторов. Конечно, они пока у нас не изучены, но Джо со своей стороны делает все возможное, чтобы это недоразумение в скором времени исправить. День 129. Наши колонисты не обращают внимания на плохое настроение Талера, ведь он смог открыть ворота, впустив к нам зомби на базу, которые с добрыми намерениями покусали нашего имбецилушку. Прибывший на шум Славя смог одолеть зомбарей, но Тайлер не собирался останавливаться и умудрился ускользнуть через оборонительные сооружения, предпочтя быть съеденными толпами зомбарей. Славя еще какое-то время гонится за Тайлером, но решает не рисковать собственной жизнью, вследствие чего возвращается на базу. А Тайлер еще какое-то время остается живым, уворачиваясь от зубов неповоротливых зомбарей. Но укус первого доброжелателя все же дает о себе знать, и, к сожалению, Тайлер при первой возможности оказывается съеденным вечно голодными мертвецами, которые не церемонист начинает свою трапезу с головы нашего павшего вороба. Ведь если я правильно понимаю его логику, то участь быть съеденным нравится ему гораздо больше, чем быть рабом в нашей колонии. Неужели у нас настолько плохая колония? Но в любом случае это его выбор и не мне его судить. День 131. Завершается облагораживание территории нашей первой теплицы. Для ее постройки останется только вспахать на ней поля, заделать крышу стеклом и поставить батарейки для отопления. Как все это сделается, можно считать, что у нас будет готова система по круглогодичному выращиванию продуктов. Ну а под конец этого дня к нам приходят господа, высокоразвитые андроиды. С дупинками. На самом деле для нас они никакой опасности не представляют. Но так случилось, что этот интеллект андроидов решает напасть на дружественный караван, который к нам пришел. И так совпало, что этот караван решил остаться именно на линии огня, который мы намеревались вести по этим андроидам. Да еще и эти андроиды вместо того, чтобы напасть на нас, нападают на этот караван. В результате чего, вот эта вот цепочка случайностей приходит к тому, что караван на нас берет и обижается. Видите ли, это мы виноваты во всех этих бедах, и это мы на самом деле такие злобные и вообще такие буки-закоряки, что захотели отбиться от этих тупых консервных банок. Смирившись с тупостью всего происходящего, наши колонисты делают пару лишних дырок в этих андроидах, окончательно их убивая. А павших союзников мы успешно таким образом спасаем, надеясь их вылечить и вернуть за их спасение хотя бы парочку очков репутации. День 132, и Империя предлагает нам задание, в результате которого за постройку и охрану монумента к нам присоединится некий Си, а нам как раз нужны лишние руки, и мы с радостью берем это задание. День 133, и мы наконец завершаем изучение мультианализаторов, и на этом пока что наше изучение стоит в тупик, ведь дальше нам эти анализаторы нужно будет построить, а на их постройку у нас есть все, кроме пластали, которую в данном безысходном положении мы смогли бы только купить у торговцев, из-за чего пока что наше изучение будут временно приостановлены. Ровно до воли случая и удачных торгов. Ну а те союзники, которых мы спасли, успешно вылечились, вышли из нашей базы и отдали себя на съедение зомбарям. Очень умный поступок с их стороны, и я безмерно благодарен им за очередное ухудшение репутации. День 134, и мы успешно достраиваем постройку Империи, и они нам присылают доброжелательного Си, в какой-то очень странной маске и абсолютно голого. На самом деле этот колонист, как оказалось, ничем сверхоординарным похвастаться не может, ну а значит просто будет выполнять функции «Принеси и подай, уйди отсюда, не мешай». День 135, и зомби наконец-то додумались снести стену, и толпой теперь ломятся к нам на базу. И только свист пуль не дает им скушать наши мозги. Коллективные действия нашей троицы позволили нам в этот раз обойтись без потерь. И пока двое оборонялись, Векс успешно построила дверь на прежнее место. Но факт того, что кто-то из зомбарей просто может прийти и бесцеремонно ворваться к нам, естественно мне не нравится, и мы начинаем задумываться о более лучших способах обороны и возможно даже о многоуровневых степенях защиты. День 137, завершается строительство первой теплицы. Батареи размещены, стеклянный потолок сделан, а покрытие успешно спахано и перепахано. Ну и в скором времени это помещение будет работать как основной источник пищи для наших колонистов. 140-й день. Для того, чтобы организовывать нормальную оборону, нужно для начала перенести склад и организовывать нормальное производство. Что мы и пытаемся начать делать в этот день. Выкапываем новое помещение, размещая в нем более компактные слады, чтобы впоследствии все со старого склада перенести на новый. Ну а также на новом складу у нас будут располагаться и производственные столы. По типу кузни, обработки камня, ошибки текстиля, производство патронов. Все, где нужен ремесленник, которого пока что на базе нет. Но будем надеяться, что в скором времени появится, ведь он нам так сильно необходим. День 144. Склад продолжает расширяться, строятся поддоны для многократных материалов, которые начинают постепенно переезжать. А также мы строим благодаря изученным технологиям консоль связи и торговый маяк, что позволяет нам в перспективе торговать с летающими по орбите караванами. День 147. Можно назвать днем, когда новый склад был почти достроен, и мы начинаем разбирать старый склад, чтобы освободить пространство под новые проекты. День 148. Вероломные нападанцы из чужой фракции бегут и нападают на нас. Но где-то по пути их покусали, а остальных мы без зазрения совести у киллбокса расстреляли. И их смерть была не напрасна, ведь смогли они обогатить нашу колонию очень нужными для нас огнестрельным оружием. А также среди нападанцев имеются выжившие. Достаточно, конечно, с плохими статами, но как рабы, на продажу очень даже ничего. И мы таким образом пытаемся спасти с целью захвата и порабощения хоть кого-нибудь. Таким образом, у нас в колонии появляются в качестве заключенного эзма 250. У нас прям под дверь падает айпэйн. Что? И только увидев его статы, я безумно хочу ее себе завербовать. Поэтому пока делаю ее заключенной и начинаю вербовку. Ведь айпэйн невероятно хороший горняк. Именно та способность, в которой мы всей колонии нуждаемся. И будем надеяться на хороший исход с этим колонистом. Ну и первые торговцы, с которыми мы связываемся через консоль связи, это торговцы экзотикой. И мы им продаем ту самую пуму-фегетарианца. Ведь больше пользы от нее будет, если мы эту пуму обменяем на пласталь, которая нам нужна для постройки мультианализатора. День 151. Поняв и приняв свою судьбу, Эзма становится рабом нашей колонии и принимается заниматься полями, уборкой и переноской предметов. День 152. И только на этот день, докопав еще немного компонентов, нам удается достроить мультианализатор. А значит удаление толстых каменных крыш, как способ защиты от жуков не за горами. День 153. Пейн-геолог в качестве раба присоединяется к нашей колонии и принимается за свою непосредственную работу, грызение толстенных пород горы, в которой мы и живем. Благодаря чему у наших колонистов появляется больше свободного времени, чтобы заниматься улучшением своих жилищных условий. А именно, наконец-то у них получается начать делать нормальное покрытие стен и пола в спальнях и комнатах отдыха. День 156. Джо решает бросить нашу Векс. То ли из-за звериных особенностей тела, то ли из-за религии. Но Векс не отчаивается и забирает себе двуспальную кровать, а для Джо строит односпальную в самой холодной комнате, чтобы он не сознавался и подумал над своим поведением. День 160. Один из торговцев, проходивших мимо, оставил у меня под окнами своего муфала со всеми вещами, причем очень даже хорошими, среди которых, помимо всего прочего, находился целый плазменный телевизор, который без озрений совести теперь у нас размещается. День 161. Нашим рабам не понравились наши жилищные условия, и они устраивают бунт и хотят сбежать. Но пара ударов заточкой быстро валит Пейна. А вот Эзме повезло больше, ведь заточка ее не достала и она успела сбежать за стену. Мы решаем все-таки за ней не гнаться, ведь знаем, чем с большей вероятностью закончится эта попытка сбежать. Но, каково же наше было удивление, когда Эзма смогла уклониться от всех зомбарей и почти подойти к краю карты, и всего пара шагов отделяла ее от заветной свободы, но вместо этих шагов она просто берет и долбит стену. Максимально логичный поступок с ее стороны наводит нас на мысль, что она все-таки не так сильно хочет сбежать. И мы посылаем со своей стороны небольшой ударный отряд, чтобы повторно ее захватить. И будем надеяться, что подобного Эзма больше не вытверит, она подумает над своим поведением, и будет самым покорным рабом в нашей колонии. День 164. К нам приходит караван, у которого наша колония закупается цепями для наших рабов. Они, конечно, не самые удобные, но зато в качестве сдерживающего фактора подойдут как нельзя лучше. Ну а нам остается только дожидаться нужного торговца, которого мы смогли бы продать самих рабов. Ну и к этому дню заканчивается более-менее благоустройство наших комнат. По крайней мере, там теперь у нас нормальные полы. И начинается проектировка новой части базы с новыми отсеками, куда бы мы впоследствии разместили мидблок и тюрьму. Строимся мы, размещая эти корпуса как можно ближе к стене, а не вглубь пещеры. А все для того, чтобы нашим колонистам удалось бы попасть туда как можно быстрее, что лишний раз может и жизнь спасти. Ну и как бы не было странно, в этот же день нам приходит запрос о помощи, о той самой фракции зверолюдей, которой, я напоминаю, принадлежит Векс. И сжалившись, мы разрешаем шести гостям побыть у нас какое-то время, пока они не смогут найти более-менее приемлемое место для проживания. И что-то мне подсказывает, что ничем хорошим это не кончится. И как только к нам прибывают наши кошка-колонисты, только тогда мы в полной мере осознаем масштаб приближаемой катастрофы. Ведь все, что мы можем сейчас предложить им, это копка. Хорошо, что мы сейчас живем в горе, и копать тут очень много можно что. Единственная из кошка-девочек, которая хоть как-то полезна оказалась, это та, у которой есть навык ремесла. И только ее, на самом деле, я бы себе оставил, а остальные куда-нибудь выкинул. Но, увы, нельзя. И только благодаря нашему ушастому ремесленнику, наша колония наконец-то перестанет щеголять голым задом. Начинается пошив хотя бы приемливого качества одежды, что уже неплохо. В то время, как наша ремесленница будет заниматься полезным делом, остальные зверолюди будут то и дело срываться, психовать и продолжать грызть землю. День 165. Кассандра, видимо, сама понимая масштаб нашей проблемы, и то, что не должно быть столько много бесполезных колонистов, посылает нам первую на памяти базы Орду Зомбарей. И нам, можно сказать, повезло. Благодаря тому, что мы заперлись у себя на базе, получилось остаться незамеченными для большинства из этой Орды. Увидеть нашу базу смогли реально только парочка из самых умных, но остальные остались тусить на зомби-тусе у горы. Но счастье было недолгим. И мы обнаруживаем новые зомби-навыки. Факт того, что некоторые крайне умные личности научились делать подкопы. Нас спасает только огнестрельное оружие в руках каждого колониста. Изрядная доля везения. Благодаря которой ни один из колонистов так и не был укушен во время этого прорыва. Перестреляв всех прорвавшихся, мы скорее бежим залатывать выкопанные дыры и скрещиваем пальцы на лапках, чтобы новых подкопов не появилось. Где-то вот среди этого всего хаоса, который происходит, падает Пейн от полученных травм во время, наверное, побега. Но все бы ничего. Но в попытках самовыгличиться, она запирается у себя в комнате. И где-то из-за инженерных просчетов в этой комнате отказывается слишком холодная температура. О чем мы узнаем слишком поздно, и Пейн погибает от гипотермии. Очень на самом деле печальный для нас исход, который мы могли бы предвидеть. И по факту смерть колониста случилась только из-за маленького кусочка провода, который не был своевременно построен. Ну а так как мы знаем на самом деле, что бывает с колонистами после их смерти, комнату мы баррикадируем до лучших времен. Ну а веселье на самом деле только начинается. Ведь Эзма видит в коридоре существо, которое уж слишком похоже на зоби всем, кроме манера поведения. А когда эта дворина начинает истерически орать, визжать, нам сразу же становится понятно, что добра от этого ждать не приходится. Как выясняется потом на вскрытии, это подвид зомбарей чрезмерно умный и чрезмерно кричащий, тем самым привлекающих других себе собратьев. А благодаря своему уму, этой скотине двери не помеха, и она умеет их открывать. Так он и смог на самом деле прорваться на нашу базу. Но от прихода его собратьев спасли лишь только толстенные стены нашей базы, через которые его крики не были слышны. Ну и как ни странно, подобные тварины еще часто будут посещать нашу базу, ведь от них пока что иною не были придуманы никакие способы защиты. Но вследствие того, что они не умеют кусаться от слова совсем, позволяет нашим колонистам меньше пугаться этих безумных тварин. 7168. Несмотря на все невзгоды, наша Пейнт заслуживает покой, и наши шерстяные собратья помогают закончить ее мучение. И при этом какой-то человек, непонятно откуда, просто берет и оказывается у нас в гостиной. Вообще без понятия, как так получилось. Никакого события, никакого ивента не происходило, просто взял и появился. Если бы этот человек хотя бы какой-никакой по статам был, был бы уже хорошо, но, к сожалению, ему место только в могиле. Ну а следующим событием в этот день становится речь лидера. И пока все слушают эту речь, на Эзму нарывается очередной зомбарь-ассасин, затаившийся здесь, видимо, еще с самого прорыва. И даже пришедшие на помощь колонисты не смогли спасти Эзму целиком, и этот зомби сумел уснуть нашу рабыню. Мы уже готовили гроб, но, как вдруг, Эзма просто взяла, отряхнулась, как ни в чем не бывало, пошла заниматься рабскими делами и дальше. Не получив никакого заражения, сей пакт изрядно меня поражает, а тяга к жизни этой колонистки заслуживает реального восхищения. День 170, и примерно последние 10 дней на нашей базе очень были серьезные проблемы по электроэнергии, но мы смогли ее решить, построив еще несколько ветряков. И как раз в этот день, проходящий мимо караван торговцев, дарит нам бум-крысу, как бы это ни было странно. Очень приятный подарок, которым мы с радостью воспользуемся, если, конечно, этот подарок не решит взорваться. Ну а также в это время нам предлагают задание предательства. То есть, как бы нам нужно попереубивать всех этих зверолюдов. Но если честно, так много этих зверолюдов мне создавили проблем, столько нейроотрепки, так сильно они меня выбесили, что я хочу из принципа довыполнить их квест, и я хочу, чтобы они отсидели у меня на базе до талов, пока сами не захотят от меня уйти. День 171. К нам поступает задание, что недалеко от нас располагается демогенератор, который не очень сильно-то и в принципе охраняется. Я думаю, к каравану мы сейчас очень не готовы. От слова совсем. И прямо сейчас рваться в бой было бы очень глупо. Тем более, что солнечных панелей пока что нет, и этот генератор как бы ничему не вредит. Мотаем этот факт себе на кошачий уз, и продолжаем благоустройство нашей базы. День 174. Мы наконец-то изучаем удаление толстых каменных крыш. Сие изучение помогает нам, как ни странно, избавляться от жуков, которые могли бы у нас появиться. А также это изучение способствует нормальным бесконечным фермам, которые мы теперь без зазрения совести можем строить прямо в толще горной породы. А под конец дня очередной сорвавшийся шерстяной гость взял просто и казнил нашу крысу. Конечно, не самое негативное, что могло случиться, но неприятно. День 175, и очередная орда зомбарей к нам приходит. И ее большая часть присоединяется к тусовке у горы. А некоторые индивидуумы все же попадают к нам на базу. Типа умных лазучиков или очередных подкопышей. Но свинец нам в очередной раз помогает без потерь успокоить бунтующих зубастиков. В 178 день произошло событие, смысл которого мне до сих пор не ясен, если честно. Какой-то вирус, какие-то суррогаты, сурикаты, что это такое? Если кто-нибудь знает, то я буду благодарен информацией в комментариях. Ну а самым значимым событием этого дня является факт изучения технологии пивоварения, что нехило так при должном умении поможет нам обзавестить большим количеством шекелей. Но до этого еще так далеко, ведь у нас нет ни полей хмеля, ни бочек для брожения, ни растеневодов, которые смогли бы это все делать. Но зато есть потенциал. Ну а к середине этого дня наконец-то уходят наши шерстяные братья. Все эти долгие дни они изрядно меня бесили и всячески пакостили нашей колонии. Я даже ни на йоту не удивлен, что они не удосужились нормально взять и уйти из нашей базы. Они просто взяли, вышли за стену и просто пошли к зомбарям. И просто подарили себя им. Очень логичный поступок с их стороны. И на самом деле я очень благодарен этим гостям. Они мне помогли выкопать большое пространство, которое я буду использовать в будущих проектах. А также помогли нам шить одежду. Ведь несмотря на весь технический прогресс, мы до сих пор испытываем дикую нехватку рекрутов. И у нас нет хоть какого-нибудь маломальского ремесленника, копателя и строителя. День 180 и мы решаемся немного помочь нашим будущим гостям чуть меньше подыхать. И решаемся начать охоту на тусовку зомбарей. Для того, чтобы в будущем еще отхапать себе территорию побольше. Чтобы еще больше обезопасить себя. И чтобы в принципе гости не видели этих зомбаков и не испытывали желания с ними поздороваться. Зачистка происходила следующим образом. Векс просто бежит, агрит на себя кусающихся и ведет всех в киллбокс. Где успешно остальные колонисты помогают Векс отстреляться от всех. И тут, как ни странно, на нас совершает налет раса андроидов. Которые просто берут и помогают нам в зачистке. Ладно. День 185. Мы успешны, без особых проблем. Благодаря зомбарям выполняем задания от перей по защите корабля. Что приносит нам дополнительные очки репутации. День 187. Некое дерево Дриад у нас прям под окнами образовалось. Я конечно же очень благодарен. Мы переносим его за стену, облагораживаем, ухаживаем. Но я не понял, как работает данная механика. Колонисты ему молились, колонисты ему ухаживали, колонисты его пропалывали. Но по итогу спойлер, оно засохло. Я не знаю, что я сделал не так. И не отрицаю, что именно мои действия привели к этому. Но тем не менее, результат таков, что дерево засохло и его больше нет. День 190 и у нас все готово для того, чтобы снарядить караван и разобраться с тем самым дымогенератором, терроризирующим нас уже не первый день. Но так просто взять и покинуть территорию, снаряженному каравану не дают толпы голодных зомбарей, тусующихся у скалы. И нам приходится совершить рейд по их отстрелу. Из-за чего мы временно решаем повременить с отправкой каравана. В пользу постройки стен для обеспечения безопасности выхода. Но и тут нам не везет, ведь во время строительства на нас нападает очередная орда, справиться с которой просто так не получится. И мы просто вынуждены отступить за стену и перегруппироваться. День 193. Все это время мы маленькими группами, маленькими налетиками устраивали набеги и отстреливали зомбарей на их территории в чистом поле. На нашей стороне был только огнестрел и быстрые ноги, благодаря чему нам и удалось отбить большую часть этих жаждающих мозгов созданий. И первая победа случается именно к этому дню. Ведь мы успешно строим западную стену, которая в постройке была самой простой и теперь нам остается завершить только восточную, которая так сильно полюбилась ходячим. День 194 и у нашего колониста Си обнаруживается чума, что в условиях большого количества продвинутых медикаментов, конечно, не грозит ему смертью. Но рис все же может присутствовать. К концу этого дня восточная стена, благодаря нечеловеческим усилиям всей колонии, тоже успешно завершается. И теперь у нас все готово для того, чтобы отправиться в рейд на демогенератор. День 195 и теперь у нас все готово для того, чтобы отправиться в рейд на демогенератор. Отправляется в поход Векс и Джо, и будем надеяться, что их бывшие отношения не станут причиной неудачи данной вылазки. Благодаря пяти дням подготовки, нашей парочке в этот раз удается без проблем покинуть племя. Караван пребывает в поселении рейдеров только на 196 день. И благодаря слаженной командной работе, нашим колонистам удается без серьезных травм зачистить это место, сломать демогенератор, а также унести с собой вражескую террель и аккумулятор. Ну и собрав все свои ресурсы, наши поселенцы отправляются в путь дорогу домой. И прибываем мы обратно только на 197 день. В этот раз хотя бы без особых проблем. Можно сказать, что наша вылазка была удачная, ведь мы не только уничтожили демогенератор, да еще и скомунизили у вражин кучу оружия, целую турель и аккумулятор, которые пока что полежат у нас конечно на складе, до лучших времен. День 198. Самое приятное произошло именно в этот день, ведь мы завершили изучение геотермалочки. Это означало бы отсутствие проблем с электричеством на очень долгое время, но торопиться с его постройкой я пока что не хочу. Ведь для того, чтобы добывать энергию, у меня есть еще парочка предложений. День 200. 200 дней выживания среди апокалипсиса подошли к концу. Были они гораздо напряженнее и насыщеннее на события, нежели первые 100 дней, и забегая вперед, я скажу, что следующая сотня будет еще интереснее и насыщеннее. А выйдет ли она или нет, будет зависеть только от вас и от вашей реакции на это видео. На колонии грядут большие перемены, и она до сих пор находится в упадке, ведь ей очень сильно не хватает квалифицированных специалистов. Ну а будут ли новые колонисты или нет, кто умрет, кто останется, будут ли новые колонисты или не будет. Все это будет в следующей части, которая уже записана и ждет своего часа. Ну а выйдет она или нет, будет зависеть только от вас. Ну а пока на этом все, всем спасибо что смотрели, у микрофона был как всегда, ваш покорный слуга Мамору, еще услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok